Утро на телеканале Россия продолжают вести Чуваша. В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 18 августа. В стране растет заболеваемость с ковидом. Так, за последние сутки вирус подхватили более 33 тысяч россиян. Роспотребнадзор посоветовал регионам вернуть масочный режим. Но не всем. Рекомендация носить средства защиты органов в дыхании в общественных местах касается тех субъектов, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Отмечу, что в Чувашии ежедневно выявляют более 100 заболевших. Но пока региональный оперштаб не заявлял о возвращении масочного режима на транспорте, работе, в магазинах. Между тем, региональное управление Роспотребнадзора подвело итоги работы за первое полугодие. За шесть месяцев сотрудники службы исследовали почти 3000 проб атмосферного воздуха и проверили санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения. Выяснилось, что воздух в Чувашии чистый, а вода из-под крана лучше, чем в целом по России. Удельный вес нестандартных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям составил 4,4%. По микробиологическим – 1,2%. Детские хирурги все чаще сталкиваются со случаями, когда маленькие дети проглатывают мелкие предметы. Ежегодно в регионе более сотни малышей попадают в больницу с инородными телами в организме. Хирурги Республиканской детской больницы даже собрали внушительную коллекцию предметов, которые извлекли из маленьких пациентов. Среди экспонатов – шурупы, гвозди, монеты, пуговицы. Врачи объясняют – у малышей нет страха, не развито чувство самосохранения. Зато есть неукротимое стремление познавать мир. Поэтому они пробуют на вкус все, что попадается под руку. Все дети, особенно до 3 лет, должны быть очень внимательно окружены постоянным, непрерывным вниманием взрослых. Существующие игрушки, они обозначаются обязательно по возрасту. Никаких маленьких деталей у игрушек, никаких маленьких предметов не должно быть в окружении детей раннего возраста. В подавляющем большинстве случаев проглатывают или вдыхают мелкие предметы малыши до 4-х летнего возраста, говорят медики. И здесь многое зависит от степени ответственности родителей. Эти выходные в Чебоксарах обещают быть насыщенными. В день города организаторы праздника намерены собрать не только самый большой хоровод в России, но и провести республиканский фестиваль среди лесорубов. Он пройдет 20 августа в Заволжье. Участникам соревнований нужно будет выполнить шесть упражнений. Среди них валка леса, обрезка сущев и командная эстафета. Кстати, кроме хозяев, за победу будут бороться специалисты лесного хозяйства из Брянской и Калининградской областей, Татарстана, Карелии, Мариэл и Удмуртии. Сегодня в России отмечают День географа. В честь праздника в Мариинском посаде откроется передвижная фотовыставка. Ее организатор – Чувашское республиканское отделение Русского географического общества. В экспозиции будут представлены фотографии из по регионам России, а также Арктике и Сибири. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».